Добрый день! Мы уже представляли обзор, а сейчас более подробно разберем работу стиральной машины Samsung WF1124ZAC. Данная модель относится к известному во всем мире семейству машин с пузырьковой технологией EcoBubble. Суть ее в особом смешивании моющего средства, воды и вырабатываемых специальным генератором пузырьков. Но вы понимаете, перед любым серьезным делом необходимо слегка взбодриться, попив чайку. А вот теперь можно и начинать. Слева мы видим отсек для моющих средств. В первое отделение добавляете средства для предварительной стирки, конечно только в случае использования данной функции. С цветочком это отделение для кондиционера и подобных ему добавок. Тут важно не перестараться и не превысить максимальный уровень. Учтите, эти добавки будут поступать в барабан при полоскании и только при полоскании. И наконец, второе отделение предназначено для основного моющего средства. Будьте внимательны, не путайте отделения, они работают по строгой программе. Вынимается отсек просто. Нажали язычок и вынули. Сам лоток и пространство за ним необходимо периодически мыть или протирать. Перейдем к системе управления. Кнопка включения-выключения питания. Ей включаем машину. Кнопка старт-пауза. Здесь запускаем процесс стирки и делаем паузу. Сразу отметим, что во время паузы можно добавлять вещи, стиральные средства, менять параметры. Но тут все зависит от этапа стирки. Если дверца заблокирована, то не откроется. Если идет слив, то моющее добавлять бессмысленно уже. Таким образом, при пользовании паузой думать немного придется и самому. Электронный программатор для выбора одной из 14 базовых программ. Световая линия указывает на выбор одной из них. Сразу отметим, что внутри каждой программы можно менять температуру, скорость отжима и много еще чего. Программа разбита на три группы в зависимости от их связи с пузырьками, то есть функции Эко Бабл. Справа группа из семи программ. Нижняя самоочистка барабана проходит без пузырьков. А вот у шести верхних функция включается автоматически. Ее можно оставить, но можно и убрать. В левой верхней группе из пяти программ функция Эко Бабл используется в обязательном порядке. Отключить ее нельзя. И наконец, вспомогательная группа отжима, слива, полоскания работает без пузырьков. Хлопок самая популярная и самая многоплановая из программ. Для нее нет ограничений выбора температуры, скорости и других дополнительных функций. Поэтому именно хлопок обычно используют для создания собственного цикла стирки. Да и загрузка здесь полная, все 12 килограмм. Остальные же программы загружают гораздо меньше, но зато обещают деликатную стирку. Уже синтетика предложит вам щадящий режим и не даст случайно установить недопустимые параметры. Сразу обратим внимание на эти изменяющиеся цифры. Они означают примерное время до окончания стирки. Но только примерное, поскольку вмешаться здесь могут такие факторы, как температура водопроводной воды, вес белья, борьба с пенообразованием и многое другое. Далее в процессе стирки время уточняется. При стирке джинсов машина максимально удаляет остатки моющего средства, чтобы избежать белых пятен. Да и воду сильно не греет, чтобы не линяли. Постельное белье, как правило, имеет большие размеры, не сильные загрязнения и нередко линяющую окраску. Программа учтет эту особенность при стирке и полоскании. Стирать будет максимум при 40 градусах. Стирая темные вещи, дабы сохранить цвет, машина снизит скорость вращения барабана, ограничит температуру и дополнительно прополощит. Ежедневную удобно использовать при стирке не сильно загрязненных вещей, которые вы меняете практически каждый день. Отжим на высоких скоростях не терпит отложений на барабане. Его чистку нужно проводить примерно после 40 стирок. При этом чистить можно без всяких спецсредств. Если же вы подзабудете эти обязанности, программа напомнит вам о своем существовании вот такой лампочкой. Для полоскания и отжима есть отдельная программа. Здесь можно и кондиционер для белья добавить. А эта программа предназначена для отжима и слива. Но где же здесь слив? Забежим чуть вперед. Если в программе отжим вот этой кнопкой отменить отжим, то это и будет слив. Хотя после старта машина про слив так ничего и не пишет. Стирка шерсти и ручная стирка схожи максимально бережным отношением к вашим вещам. Для шерсти барабан при стирке только покачивается. А при ручной максимально ограничен отжим. Для стирки детских вещей программа предложит высокую температуру и максимальное выполаскивание. Никаких бактерий и никакой аллергии. Программа стирки верхней одежды за счет функции эко-баббл максимально бережно отнесется к водоотталкивающему слою, в том числе спортивной одежды. И, наконец, интенсивная эко применяется для стирки относительно грязных вещей при низкой температуре. Всем известно, что основное энергопотребление и, соответственно, финансовые расходы связаны с нагревом воды. Поэтому здесь альтернативой горячей воды выступает активная работа барабана при максимальной поддержке его работы со стороны пузырьковой функции эко-баббл, что позволяет максимально эффективно работать моющим средством даже в прохладной воде. Перейдем к правой части панели управления. Итак, вы выбрали программу. Пусть это будет хлопок. Здесь нет практически никаких ограничений. Поэтому показывать возможность удобнее всего. Внимание на дисплей. Он здесь цветной и очень информативный. Есть даже индикаторы уровня расхода электроэнергии и воды. Каждая программа имеет свои заводские настройки и предложит их в первую очередь. А дисплей это, конечно, покажет. Но мы можем легко вмешаться в процесс. Например, машина предлагает стирать при 60 градусах. А мы этой кнопкой меняем температуру стирки. 60, 95, холодная вода. Термин холодная вода означает, что вода, поступающая из водопровода, в машине не нагревается. 30, 40 и по кругу. Следующая кнопка – количество полосканий. Машина нам предложила 3, но мы можем увеличить до 5, а можем уменьшить до 1. И опять перейти на 5. Важнейший параметр – скорость отжима. Для хлопка предлагается сразу максимум 1400 оборотов. Этот значок говорит о том, что после стирки не будет вам ни отжима, ни слива. Вещи после последнего полоскания для максимальной несминаемости останутся плавать в воде. Когда надо воду, можете слить. Белье при необходимости отжать. В этой связи логичнее было бы написать «задержка слива». А так в конце стирки слив будет, а отжим нет. Традиционно все установки идут по кругу. Чем выше скорость, тем вещи суше, но стирка менее бережная. Дополнительных опций здесь три. Предварительное замачивание перед стиркой длится 30 минут. Интенсивная стирка применяется для сильных загрязнений. Для некоторых программ в случае очень грязного белья можно дополнительно подключить предварительную стирку. Не забудьте только моющее средство в первое отделение добавить. Кнопкой «Опция» вы выбираете комбинацию из этих трех опций, ну конечно, если они допущены программой. Как видите, мы выбрали предварительную стирку и замачивание. Нижние кнопки имеют еще две функции. Если одновременно жмем и держим левые две, то включаем защиту от детей. Эта функция блокирует все кнопки, кроме основной. Но вдруг потребуется экстренное выключение. Опять держим и отключаем защиту. Аналогично правыми двумя выключаются и включаются звуковые сигналы. Это удобно в ночное время. Рассмотрим дополнительные кнопки. Легкое глажение это когда после отжима барабан слегка вырошит и расправляет ваши вещи. Быстрая стирка можно попросить машину постирать за 15 минут, можно увеличить это время до часа. Проходит, как видите, в холодной или чуть теплой воде. применяется при малых загрязнениях и малых объемах белья. Если у вас электричество ночью дешевле, то почему бы не отложить стирку на ночное время? Пожалуйста, выбирайте от 3 до 19 часов. И верьте глазам своим, здесь вы будете видеть не старт, а примерное время до конца стирки. Эти часики напомнят вам о включенном отложенном старте. Убрать отложенный старт так просто. Выключите и снова включите машину. О кнопке эко-баббл в знаменитых пузырьках мы упоминали в начале ролика. Машина всегда думает о сохранности ваших вещей. Посмотрите, как для ручной стирки она не дает вам включить интенсивные режимы. В машине есть функция блокировки дверцы. Это и понятно, ее случайное открытие в процессе стирки может наделать много бед. Если загорелась эта лампочка, все, дверцы не откроются. Но вот дождались, когда лампочка погасла и дверца открылась. У нас осталась неохваченной великолепная способность этой модели записывать в память одну из ваших любимых настроек. Эта функция кроется за кнопкой «Моя программа». Стираем постельное белье. Температуру ставим, например, 20 градусов. Полоскание берем 2. Оставляем белье после полоскания плавать в воде до нашего вмешательства. Из функции выбираем замачивание. Ну и для полного счастья легкое глажение. Пузырьки Экобабл мы, конечно, оставим. Предположим, постельную вы стираете часто, и такая настройка прошла испытание временем. Стоит ее сохранить в памяти. Жмем и держим кнопку «Моя программа», пока все не заморгает, не появится заставка и не загорится лампочка. Теперь, желая постирать, вы включаете машину, нажимаете кнопку «Моя программа» и, пожалуйста, все ваши настройки готовы. Решили поменять любимую программу? Повторяете процесс. Любимая настройка не сотрется даже при отключении машины из розетки. Переходим к нижней части стиральной машины. Сначала отключаем ее из розетки. Открываем крышку, видим резиновую трубку, с помощью которой можно провести или аварийный, или обычный слив воды из машины. Для этого достаточно вынуть из нее пробку, но только емкость берите с низкими бортами и немаленькую. После слива воды можно достать и помыть фильтр. Грязный фильтр ограничивает эффективность образования пузырьков. Не забывайте его периодически чистить. Заодно проверьте чистоту пространства около помпы. Возвращайте все на место, обеспечивая герметичность. Если вы хотите узнать о нестандартных ситуациях, то смотрите наши инструкции к следующим моделям. Благодарим технический центр компании Samsung за помощь в организации съемок. Лучшие советы со всего света. Видеосоветы RU